Насколько разнообразнее стал набор фильмов из зарубежья, то есть ближние зарубежья. Я знаю, что есть Армения в конкурсной программе. Расскажите, по сравнению с прошлыми годами, как идет раскладка фильмов? Вы знаете, пока трудно на этот вопрос ответить, лично мне. Потому что мы же сегодня только начали смотреть. Мы посмотрели одну в основе айсберга, так предположим, такой образ. Значит, очень-очень... Мы посмотрели четыре, из них ни один не был, условно говоря, зарубежный, ближний зарубежный. И при том, что эти четыре фильма очень-очень хороши, пока мы не знаем, что там, что будет завтра, послезавтра. Поэтому этот вопрос очень такой, как бы, кстати, мы пока еще не повредим. Лучше я так думаю. Спасибо. Вы не видели. Наверное, они хорошие. Давайте вместе посмотрим. И еще раз... Мы же консультируем снимали, да? Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? У меня есть вопрос. Можно? Нам повезло, что мы можем увидеть документальное кино. А остальные жители России, они где могут увидеть эти фильмы? Только на фестивалях. И больше нигде. Только на фестивалях. И у нас борьба идет с Министерством культуры. Там Министерство культуры должно поддерживать это фестиваль. Потому что очень мало городов, где губернаторы, так или президенты республик, или мэры городов понимали, что такое документальное кино. И помогали с арендой кинотеатров, и с обеспечиванием инфраструктуры. А Министерство культуры, при том, что нет соответствующих законов, которые бы позволяли показывать кино в государственных кинотеатрах, которые нет, должно хотя бы помогать кинофестивалям. Вот Свердловск и Екатеринбург показывают не только Свердловск, а теперь еще два города. Они могли бы показывать больше, если бы они могли бы участвовать финансово в продвижении этих картин. Это пока не происходит. Я думаю, что у нас будет следующий пленум, на котором мы будут один из вопросов рассматривать, что же сделано в стране после заброшенного пленума, когда слушался вопрос о негровом кино. Какой результат? Там мы будем ставить вопрос серьезно о поддержке кинофестивального движения, и, прежде всего, документальных, показывать документальных фильмов, потому что, ну, при всем моем главу, как любви к Алексею Васильевичу, привока любви к, значит, грузинскому коллеге. Идровое художественное кино, хотите или хотите, это сказка, это сочинение, это баллада, а такое витальное кино, какая бы картина, какая бы картина бы ни была, это все равно слева жизнь, это правда жизни. Другое дело, как ты эти кадры сложил так или не так, это уже зависит от витаяния. А придумать только виталий какие-то, можно только не придумать, а только если тебе идея прошла, то ты уже можешь думать о том, как ее перевести на кинематографический сыр, чтобы было понятно. Спасибо. У нас еще вопросы? Личный Алексей, портал Леба, вопрос к Юрию Никашеву, как организматор. Я принял в программе «Круглый стол», посвященном теме российское документальное кино, никому не нужно. Хотелось бы уточнить, на этом «Круглом столе» предполагается констатация этого факта или все-таки будут презентованы какие-то программы, проекты и так далее? Да нет, не программы, не проекты. Вы же понимаете, что название этого «Круглого стола» полемический за спиной, оно в известной степени провокационное. Но вообще, когда документалисты собираются за каким-нибудь столом, не обязательно круглым, иногда прислоненным к стенке, они об этом проговаривают. И очень часто, как правило. Вот мы и решили, так сказать, вместе этот разговор, на широкий круг. Вот и все. Спасибо.